Снег кружится, летает и тает, и пасемкают лыбяк. Соцсети в начале этой недели также завалило. Видео, фотографиями, мемами. Сотни публикаций, тысячи лайков и просмотров. Февральский снегопад переименовали в снежный апокалипсис. Мэр Казани призвал выиграть в этой битве. Мэр Казани Не выдержали натиска стихии и остановочные павильоны в Казани. Обошлось без пострадавших. Школы и детские сады работали в режиме свободного посещения. Метрополитен атаковали горожане, что так и не смогли откопать личный автотранспорт. Основные магистрали были прочищены. Это, наверное, самая главная оценка. То есть мы не закупорили город, не оставили его полностью без движения. По данным сервиса Яндекс, максимальные пробки в 8 баллов были около 8 утра. Ближе к 11 дня движение уже восстановилось. Общественный транспорт ходил с перебоями, но ходил. Несмотря на стихию, город не сдался. Казань жила по плану Буран. Городским дорожным службам необходимо все возможное и больше сделать. Для этого объявляется Буран. Все вдруг напомнило Казань 1986 года. Тот снегопад единственный, что попал в кинохронику. Тогда столица тоже справилась. Метеорологи, правда, об этом циклоне не вспоминают. Такого снегопада в ноябре-декабре Казань не видела уже много лет. За несколько дней выпало две зимних нормы. Красиво. Председатель Московского райисполкома Любовь Николаевна Мишина другого мнения. В общем, объявлено чрезвычайное положение по борьбе со снегом. Сегодня это называется план Буран. И это не просто броское название. Будем объективны. Городские службы извлекли уроки из прошлых лет, когда даже менее масштабные природные катаклизмы приводили Казань в ступор. На ликвидацию последствий стихии были брошены дополнительно около 300 единиц спецтехники. План Буран значит официально ненормированные рабочие дни для дорожников и дополнительное финансирование из резервного фонда муниципального бюджета. Всего в атаку на неделю выходили более 900 единиц техники. Горнолыжный костюм, роскошные снежные горы. Это и как будто на роскошном горнолыжном курорте. На самом деле это Казань, 6 февраля 2018 года. В мэрии говорят о том, что выпало за сутки порядка 80% февральской нормы осадков. Дворники же говорят о 110%. В общем, здесь можно спорить. Но о размерах, наверное, осадков можно смело судить по тому сугробу, в котором я сейчас нахожусь. В общем, если я метр 50, хотя мечтала всегда быть метр 64, росток королевский, ну, не то что по пояс, но, наверное, вот, мягко говоря, вот так. Шел второй день снежной битвы. Война план показала. Остановки общественного транспорта и территория метрополитена уже ничем не напоминали снежное побоище. Это был день всеобщей мобилизации. Главное оружие – лопата. Именно с ней на очистку города выходили и депутаты госсовета, и администрация Кировского и Московского районов Казани, и многие другие, как общественные, так и необщественные деятели. Приглашаем всех вас выйти вечером с лопатами на ваши придомовые участки, на ваши придомовые территории. То есть учеников не припрягаем? Нет, нет. Лопатой машут второй день. Площадь территории школы номер 20 – полторы тысячи квадратных метров. Поставки в учебном заведении – два с половиной. Нет ни землекопа, а дворника. Но в победу над снегом верят. Какими силами? Дворники. Я замдиректор Пахачи. Вот уж своими силами стараемся. Окончательная сводка со снежного фронта. За сутки в Казани выпала 117% февральской нормы осадков. Почти 63 тысячи тонн снега вывезли из города с начала снегопада. Помогу вам хоть немножко. Куда выезжать будем? Кстати, Минздрав Татарстана вчера вообще удивил креативом. Я опубликовал в своем инстаграме позитивную, скажем так, новость, что уборка снега широкой лопатой укрепляет здоровье. Причем укрепляют всевозможные битинцы. Особенно вышло брюшного пресса. Что нам, девушкам, наверное, очень важно. Впрочем, сегодня этой девушке важнее выехать. Очистка дворов, как и трасса, осложнялась припаркованными автомобилями. Но по данным из штаба мэрии, которые, как и положено, меняются ежедневно, уже к четвергу в нормативное состояние были приведены 83% придомовых территорий. Новости какие. Москва, что по Питеру, да, в централе там, по Волге там. А мы... Это ерунда? Ну, конечно. Отличная погода, супер, я не знаю. Все убрано, все убирают. Я считаю... Везде чисто, где вы ходите? Ну да. Что стало главным в сражении со стихией, мы спросили у Игоря Куляжева, одного из главных полководцев в этой битве. Оказалось, все дело в реорганизации по уборке уличной дорожной сети, что произошло в 2010 году после снегопада чуть меньшего масштаба. По городу Казани было порядка 40 подрядных организаций, работающих на уборке уличной дорожной сети. И проблема была даже собрать их всех воедино. После этого было принято решение, что есть 4 заказчика и будет 4 геноподрядные организации, которые будут убирать территорию района. После реформы на снегоуборочной технике появились GPS-навигаторы, открыли снегоплавильные пункты и начали закупаться новые противогололедные материалы. В этом году зима продлится еще 6 недель. Так предсказал знаменитый американский сурок Фил из штата Пенсильвания, увидев свою тень. Нас же больше интересует не сколько продлится зима, а какой она будет. И вот наш ответ западов. Зверек-енот. Правда, с именем нерусским. Енот-сникерс по-настоящему предсказатель погоды. Такой своего рода казанский четвероногий синоптик. Посмотрите, он сегодня целый день активен, безумно бодрствует. А все потому, что он спал целых два дня. Оказалось, что еноты очень чувствительны к перемене погоды, точнее к метели. И вот буквально за сутки до начала той самой казанской метели, балканского циклона, енот просто свернулся в клубочек, укрыл хвостиком свой носик и дрых все эти два дня. Ну вот, а сегодня у енота началась нормальная, замечательная жизнь. Значит, метеля нам на этой неделе не ждать. Что происходит на свете? Просто зима. Просто зима, полагаете вы? Полагаю. Но погода еще может преподнести сюрпризы. И не только зимой. Глобальное потепление опасно не только тем, что температуры растут. Учащаются экстремальные события. То есть все чаще становится наводнений, летний период засух. Чем же все это окончится? Будет апрель. Будет апрель? Вы уверены? Да, я уверен. Светлана Спирина, Роман Безменов. Семь дней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...